Привет, друзья! Вы смотрите канал Анапчане. С вами Максим Грушко и Максим Павленко, специалист по ремонту квартир в Анапе. Сегодня мы находимся в Анапе на улице Толстого, рядом с жилым комплексом Огне Анапы. И сегодня мы пойдем смотреть ремонт студии. Да, совершенно верно. Студия 25 квадратных метров. Это у нас вторая студия в этом жилом комплексе. Также еще выполняется двухкомнатная квартира. Но сейчас готовая у нас студия, и мы пойдем посмотрим ее. Пойдем посмотрим, какие особенности ремонта в Анапе от Максима Павленко реализованы в этой студии. Пойдемте. Прошу вас заходить, Максим. Сейчас мы, наверное, обуем бахилы, потому что у нас в квартире уже порядок. Правильно? Да, будем соблюдать порядок. Сразу обращаешь внимание, какая квартира солнечная, светлая. Это у нас зона коридора, где будет у хозяева шкаф стоять. Розеточки автоматы мы вывели под интернет, то есть Wi-Fi роутер. Сами автоматы стоят на квартиру. В квартире уложен керамогранит, то есть в коридоре. В самой комнате она как и комната, и гостиная, потому что это студия. В комнате у нас располагается, будет кухня. Кухня заранее уже спланирована дизайн-проектом. Сделали мы вот такую перегородочку. Там сделали нишу такую для вентиляции, естественной вентиляции, которая для самой квартиры, и принудительную для самой кухни, вытяжки в варочной панели. Тут будет стоять столешница. Эти светильники по высоте регулируются. Получается, сейчас они на минимальную высоту? То есть надо отрегулировали, сделали повыше. Будет столешница стоять. С этой стороны могут люди сидеть, с этой стороны могут кушать, обедать. Сделаны розеточки, включить под зарядку или там ноутбук. Отдельно выключатель на него выведен и на основной свет выведен. Также у нас стоит выключатель на зону подсветки самой кухни. Две розетки дополнительно на рабочую зону. Другая розетка для варочной панели будет еще располагаться под самой кухней водогрейка на 30 литров. Она будет под самой кухней цепляться. И предусмотрена сразу розетка. Эта зона у нас будет спальная, то есть тут будет диванчик раскладной. Над ним выведен кондиционер. Трасса заранее спланирована, где установлены нормы от самого застройщика, где должен висеть наружный блок. Если вы видите, там у нас снаружи висит на креплениях наружные блоки индиционера. Как видите, как всегда в наших ремонтах, скрытая штора. То есть она будет как бы из потолка идти. Плинтус у нас ПВХ, то есть пластик. Высота его 7,5 см. Если видите, они четко по цвету подходят под сами двери выбранные. И вообще все очень ровно и четко смотрится. Да, плинтуса, кстати, очень хорошие, высокие. Высота у них такая же, как у наличников. Очень красиво. И напротив спальной зоны, получается, у нас выведены две розеточки и ТВ-розетка. На балконе также уложен керамогранит. Выведен свет, который у нас, выключатель слева, при входе слева. Розетки дополнительно. Дополнительно мы поставили подоконник. Здесь изначально стояли перила металлические, некрасиво покрашенные от застройщика. Мы их демонтировали. Хозяинам тут планируется установить перила хромированные или с нержавейки. Нержавейки дороже выходят. Ну, я бы такое здесь, это место вообще не трогал. Оставил, что можно плетик бросить, подушечку какую-нибудь присесть. И смотреть на закат вечерний или просто любоваться пейзажами. Да, вид отсюда шикарный. И хочу отметить то, что панорамное остекление здесь высокого качества, с усилением. Вот вообще пытаюсь раскачать, не качается. Да, Максим, ты совершенно верно заметили. Это очень важно в таких объемах окно. Витраж, потому что у нас ветра сильные и сюда выдувает. А это что, это может и стеклопикеты могут лопаться, плюс на створках будет задугать. Это очень важный момент. Хотя некоторые застройщики на это не смотрят, начинают экономить на это. Да, то есть, если панорамное остекление, то оно должно быть высокого качества, чтобы ветра анапские не раскачивали. Вот здесь как раз такие качества отличные. Проходим в санузел. В санузел у нас, как всегда, выведен двойной выключатель. Одна клавиша мы включаем свет основной, а вторую клавишу мы включаем вентиляцию. Давайте пройдем, здесь уже поподробнее посмотрим. Сразу при входе у нас находится унитаз. Заранее все было по дизайну спланировано, где, в каком месте он должен находиться, как, где стоять сама перегородка. Перегородка выполнена из пеноблока, выполнена самой душевой полностью гидроизоляция. Стоит трапик фирмы Alkaplast с гидрозатвором, очень удобный. Когда вода высыхает, он не воняет, потому что там стоит шариковая система. На моем канале вы можете подробно об этом увидеть, мы снимали об этом ролик. Сама душевая у нас выполнена скрытого монтажа, то есть, стоит тропический душ, вся подводка к нему идет внутри стены. И также, если кто-то любит пользоваться простой душевой системой, спокойно можно переключить и с леечки себя поливать. Да, места в самом санузле не очень много, но мы по максимуму тут все вместили. При входе в санузел у нас находится слева электросушитель. Здесь будет располагаться сама стереальная машинка, где сразу предусмотрена свая вода, канализация, краник для воды и питание розетки. Сама электросушилка у нас смонтирована скрытым монтажом. Нажимаем кнопочку и прибавляем, какая температура нам нужна. Также отключаем. Стоит умывальник на 60 и зеркало. Все компактно, все вмещено. В таком маленьком санузле все вместили. Ну что, Максим, я заметил то, что такая достаточно компактная студия, и вы в ней сделали настолько практичный ремонт, насколько, по моему мнению, это вообще можно было сделать. Плюс ко всему, этот ремонт очень аккуратно смотрится. Нет нигде никаких дефектов. Все четко и чисто выполнено. И еще я хочу тебе задать такой вопрос. Вот я ввел такую информацию в твоем рекламном объявлении, то, что ваши ремонтные бригады выполняют работу только в общественно допустимое время, то есть не ремонтируют по ночам, там, в выходные дни. Расскажи об этом. Да, смотрите, по закону прописано, там, по областям, Московским, Краснодарский край, есть закон, который регламентирует, там, с 13 до 15 должен быть отдых. То есть ни сверление, ни долбежки не должно присутствовать. И до 19.00. То есть все шумные работы должны быть прекращены. Но есть еще такой закон. Если дом не сдался, сдался, точнее, в эксплуатацию в течение двух лет, работы можно до 11 вечера проводить. Но мы понимаем, которые у жильцов, которые только сразу заехали, сразу сделали ремонт и живут здесь, мы все равно соблюдаем тишину. То есть с 9 часов мы начинаем работать, до часа мы выполняем там шумные работы, с часа до трех, сразу ребята спланировали свой распорядок дня, выполняют бесшумные работы. С трех до семи опять в полном объеме свои работы начинают выполнять. То есть и таким образом, придерживаясь такого графика работ, можно избегать потенциальных каких-то конфликтов, ненужных с соседями. Да, совершенно верно. В будущем этим хозяинам, другим им жить в этом доме, зачем на начальной стадии ругаться, конфликтовать с людьми. Да, потому что жить еще вместе с этими соседями в течение многих лет лучше сохранять сразу доброжелательные отношения. И сделав параллельно отличный ремонт от Максима Павленко. Спасибо. Ну что, друзья, вот мы сегодня вкратце с вами посмотрели такой практичный, отличный ремонт. Хочу отметить то, что у Максима Павленко есть свой YouTube-канал. Ссылка есть на этот канал в описании к этому видео. Заходите, смотрите. На канале Максима Павленко есть много видео, посвященных ремонту в Анапе в разных жилых комплексах. Я полагаю, что вам это видео оказалось полезным, интересным. Так что ставьте лайки, пишите ваши комментарии, ваше мнение о ремонте квартир. До новых встреч на канале. С вами были Максим Грушко и Максим Павленко. Покедова. До свидания. Спасибо большое. Максим Грушко и Максим Грушко и Максим Грушко. Максим Грушко и Максим Грушко и Максим Хper sorry из моего